Итак, это, естественно, Jurassic World Game, мы с вами продолжаем. Я тут, если не ошибаюсь, опоздал забрать и заказать по-новой, сейчас посмотрим. Ну, то есть, в предыдущий тут каждый день нужно это дело заказывать. Мы сейчас можем с вами забрать маленькие призы быстренько. Ну, то есть, это то, что здесь за монетки покупается и за рекламу. Так, фигня всякая разная. А вот здесь у меня был заказан акрокантозавр, и давайте его забирать. Нет, акрокантозавр не пришел, хотя, может быть, там в конце карточка. Ну-ка, 1400, 500, ну-ка, да нет, конечно же, это просто ТНК. А, нет, ты смотри-ка, я не опоздал, у нас с вами еще 1 час 41 минута, все нормально. То есть, я подумал, что все пропущено. Это значит, немножко попозднее обновляется, у нас с вами мозазавр может быть отсюда. То есть, наша задача заполнить полностью золотой приз, потом заполнить полностью бриллиантовый приз. И тут за кадром произошла одна маленькая фишка, то есть, я как раз в прошлом выпуске его упоминал, именно сигнозавра. Так вот, то, что он не приходит, показал набор, откуда он может прийти, и, соответственно, потом зашел с мобильника. А мне игра предложила как раз за 800 баксов купить, докупить, точнее, золотые награды. Я докупил... Ой, я зачем сейчас включил? Ладно, сейчас пропустим рекламу. Так, окей, забираем. О, кстати, неплохо, еще баксы, еще ДНК. Так вот, естественно, я докупил за 800 баксов, и мне оттуда, естественно, он выпал. То есть, вот не под запись, а не падает нормально. Вот только если я не ошибаюсь, нам сейчас, во-первых, нужно отсюда забрать существо, оно у нас как раз в Терракс вывелся. Если я не ошибаюсь, это не дает возможность выводить его за ДНК. За ДНК его дает возможность вывести только, как называется, как раз Дрожь земли. Вот такие вот турниры, ну какие-то турниры, вот если ты в турнире и получаешь, то таким образом можно выводить. Плюс у нас появился янтарный рынок, это что-то новенькое, то есть раньше этого абсолютно точно не было, когда я играл. И здесь, как видите, есть возможность за янтарь купить Диметродона, Преаназуха и каких-то вот таких вот существ. То есть, если кто-то тебе из этого нужен для того, чтобы, ну не знаю, что-то вывести, а тебе не хватает, я так понимаю, что можно за это купить. Ладно, это не очень понятная для меня фишка, потому что там очень мало динозавров. Но я хотел как раз другое проверить. Смотрите, у меня сейчас... Могу я сейчас все существа травоядные? Есть, хорошо. И, естественно, он должен быть где-то здесь, сейчас мы его найдем. Монастыготопс, 1000 ДНК. А у меня уже 1000 набралось, если не ошибаюсь. Ну ладно, потом, так вот. У нас с вами есть сигнозавр, давайте ставим выводиться, пускай за 50 баксов. И дальше я не могу проверить, потому что, скорее всего, занят, хотя мы можем вот здесь вот глянуть еще раз. Вот у нас сигнозавр, перейти, у нас сейчас есть две штуки. Ну-ка нажать. Нет, выводить мы его с вами не можем, он доступен только в особом событии. Либо, когда ты вот так вот получаешь из наборов, то есть у нас сейчас получится таким образом три сигнозавра, и нужно еще как минимум пять. Либо все-таки нарваться на какое-то событие, то есть на дрожь земли или еще что-то такое. Одна дрожь земли была с сигнозавром, когда я уже бросил играть, мне даже о ней писали. Но я думал, что я сюда не вернусь. Я серьезно думал, что я все, навсегда бросил эту игру, но вот. На самом деле решил еще раз попробовать и понял, что... Да почему бы и нет, плевать, ладно, поиграю. Во всяком случае, это не занимает так много времени, это раз. Во-вторых, мне действительно нравится эта боевка. В-третьих, в принципе, просмотры тоже более-менее. То есть особо если не донатить, потому что, ну вот, примерно где-то 300 тысяч просмотров, примерно. Это, на самом деле, чуть больше просмотров нужно. Это около 100 долларов. То есть, если один выпуск у меня собирает... Сейчас, секундочку. Если один выпуск собирает 30 тысяч просмотров в среднем, то есть 10 выпусков это, в общем, один набор, так скажем. 10 выпусков окупает один набор. То есть, если я буду донатить больше, чем раз 10 выпусков, то я уйду в минус. Сами понимаете, это ужасно. Соответственно, я постараюсь особо не донатить. Еще 2500 ДНК. Вчера, если не ошибаюсь, я забирал, и здесь пришли супер ДНК. Дальше у нас есть еще что-нибудь здесь? Почтовый ящик каждый день сможете открыть новогодний подарок. То есть, это мы сейчас с вами только что сделали хорошо. Ну-ка, новый гибрид скоро появится. Реклама получается вдвое больше ДНК. Здесь. Это, скорее всего, набор, да? Заходите на рынок каждый день, чтобы не упустить зимние праздничные акции. На рынок. Это на какой рынок? Стоп, это имеется в виду вот этот рынок, что ли? Возможно, за ДНК очки доверия. До этого мы с вами возьмем. ДНК много, очки доверия нужно, чтобы наборы открывать. Так, еда. Нет, это нет. Нет. Баксы за... Ну, почему бы нет? 5 штук, 27 баксов. Ну, в принципе, пока что все, больше здесь ничего нету. То есть, у нас сейчас на самом деле идет очень прикольный турнирчик. Вот здесь вот, вот оно. Динобаксы. То есть, у нас с вами, я так понимаю, 4 карточки по 50 баксов. То есть, 200 баксов отсюда можно заработать. Но противники здесь крайне, крайне жопные. То есть... Я не знаю, мы с ними справимся или нет. У меня, как видите, очень мало сейчас амфибий. На самом деле, я зря так делаю. Стоп. Нам нужно против первого поставить кого-то прям очень сильного. То есть, Индораптор пускай будет. Он поменяет на Велоцираптор, скорее всего. И под него мы подставляем Астапозавра. Какие уровни? Господи, что за бред? Ну, как так? Почему? Почему? Я хочу попытаться пройти это, естественно, не потратив ни одного доллара. Но если сейчас даже первый бой не получится пройти нормально, то, естественно, скипнем. Думаю, что делать. Удар, что ли, нанести? Давайте нанесем удар. Может быть, тогда он решит нанести два удара. У него все-таки очень большой урон. 1900. Нет, он меняет. Ты смотри-ка. Меняет и наносит удар. А вот это интересно. Давай два бонуса. Посмотрим, что будет происходить. Он не стал бить. Хорошо. Я сделаю так. Три бонуса и два удара. Это, скорее всего, блок-бонус у него, да? Нет, два блока. Ты смотри-ка. Ладно. Может быть, сейчас пробьет? Да, три удара. Отлично. То есть, это оставляет его без блоков, без бонусов. У нас с вами семь ходов. Мы его забиваем в три, да? И берем четыре бонуса. По идее, этого должно хватить. Смотрим. Три пятьсот. Он нанесет четыре удара, скорее всего. Тоже нанести четыре удара. Да, это четыре удара. Все шикарно. Фишка в том, что у нас у эквинатора довольно-таки большое количество урона, большое количество здоровья. Этого мы с вами забиваем в два удара, а второй у нас пробит. То есть, берем с вами четыре блока на всякие пожарные и два бонуса. Ладно, таким образом, первые бои прошли. Вот эта награда в плане долларов, она, конечно, требует очень серьезных динозавров. Я не знаю, как на других уровнях, то есть, когда у людей более слабый рейтинг динозавров, они все-таки должны давать более слабых противников, по идее. Ну, это как-то здесь вроде так работает. Но, блин, я даже не знаю. Было бы интересно посмотреть. Все хорошо, этих забили. 200 баксов, это 200 баксов. Кстати, давайте это заберем сейчас. Закроем на секунду. И перейдем вот сюда. У нас же здесь с вами ДНК. Есть. Это прокачали. 21 час. Здесь просто ждем. Дальше. Здесь в заданиях что у нас с вами? Код 19, всякая ерунда. И вот здесь вот у нас набрано достаточное количество ДНК, чтобы раскрыть первого босса. А для чего он нужен, первый босс? Ну, хорошо, открываем. Этот босс готов оказаться в вашем парке. Нажмите, чтобы забрать. Ну, окей. И разместите его. Ну, естественно, разместим его где-нибудь здесь с вами. Стоп, подожди. Мы уже можем его использовать в бою или что? Вы можете сражаться за своего босса в особых событиях. Боссам не нужен отдых после схваток. Вашим противникам не повезло. Нет, значит, его, скорее всего, нельзя использовать в любых событиях. Он очень классно смотрится. Его можно эволюционировать. Хотя покладить можно? Электрическая собака. Так, 100 баксов получаем. 200 тысяч еды и 500 ДНК. Ну ладно, хорошо. А, прокачивать мы его с вами как раз можем за эти вот... За эти ДНК. Но, предположим, я его качну до 10 уровня. Это возможно сейчас провернуть? Не хватит? 8, 9, 10. Значок собран. Хорошо. 726 здоровья и 596 уронов. Ну, слабенький, честно говоря. Особый ход. Получить очки действий 2. Их можно тратить сразу. Получите способность ожить при нокауте. Понятно, он оживает при нокауте. То есть это мы сейчас с вами разблокировали эту фишку, да? Ладно, хорошо. По поводу эволюции. Подожди, подожди, подожди. Я что-то не понимаю. То есть нам понадобится сейчас еще одного вывести, чтобы эволюционировать. Больше боя с ДНК. Выполните все задания для босса, пока не стекло время. И получите еще больше босса с ДНК. Два дня, 23 часа. Пройдите код 19 два раза. Водоплавающий, туда-сюда. Ну, типа здесь не очень много босса ДНК, но в принципе есть. Хорошо. Этот босс, он у нас с вами... На него времени нету, не идет. Таким образом, мы и этого можем прокачивать. И второго босса получить. Только я не понял с эволюцией, что там за история. То есть я его могу в принципе дальше качнуть. Просто мне нужно больше ДНК. Ладно, хорошо, с этим будем разбираться позднее. Задание. Ну да, это вот сюда нас как раз перекидывает. Окей. Договорились, это прикольно. Реально интересно, где я его могу использовать. Событие. Your rank top. 5 players. Первобытная мощь. Золотые награды. Заряжайте особый ход, нападая, защищаясь или расхода очки действия. Когда кнопка особый ход задержан, активный босс может применить особый ход. Понятно. То есть восстановиться. Особый ход. Ну ладно. Особый ход. Ожить. Ну давайте посмотрим, что за фигня. А, ну то есть их я не пробью. Фига себе. Мне нужно гораздо серьезнее существо. Ладно, я тебя понял. Ну бей давай. Все, понятно, понятно. Забавно, забавно. То есть по идее мне нужно прокачать, естественно, своего босса. Желательно вывести еще одного босса. И тогда я смогу здесь нормально сражаться. И здесь у нас с вами нету времени. Я тебя понял. То есть босс событий нет. 2 часа 29 минут. О, блин. А что так все плохо? Мне это не нравится. Ладно. В общем сначала нужно его будет прокачать. Потом можно будет туда перейти. Золотые награды. Здесь 5 побед. Ну ладно, это немножко попозднее. Давайте все-таки в баксы. Думаю, что нам делать. Индоминос. Уитирана со всего 5700. То есть можно взять... Кстати, стоп. Выйди отсюда. У нас с вами вот здесь вот. Ну-ка. Эволюция произошла. Давай смотреть результат. Есть! Есть, отлично. Отлично, забираем. У нас с вами появляется еще один горгазух. Естественно, его сразу сейчас раскачаем. То есть у нас с вами 2,20-х, 1,30-й. Тысяча урона. Мы можем 2,20-х провалюционировать. Потом провалюционировать 30-го. И получить таким образом 40-го. Есть фишка в другом. То, что вот эти горгазухи мне безумно выгодны сейчас. Потому что я при помощи них могу сражаться в... Как они называются? Дрожжи земли. То есть пока что выводить смысла мне кажется нету. Ладно, мы можем там забрать награду какую-то. Это здесь, да? Да, понятно. Ну что? Давайте обратно в схватки. Баксы. Пост это прикольно. Пост это что-то новенькое, что-то необычное хотя бы. Ладно, поставим эндоминуса. Я думаю, что здесь 2 эндоминуса у нас с вами будет. Престазух. Окей. Или акрокентозавра поставить вторым. Да пускай вот он будет. Не хочу сильных тратить. Потому что потом они все равно пригодятся где-нибудь. Они долго восстанавливаются очень. 1100. Он же поменяет на хищника, да? Просто здоровье у него в 9300. Это просто какой-то мрак. Бить он не стал. Предположим, что это блок. Возьмем тоже блок и 2 бонуса. Нет, это бонус был. Это 3 хода. И в принципе он в 3 удара меня пробивает. Это очень плохо. Но он не стал бить. Но он не стал бить. Ну-ка. Давайте 2 блока и 2 бонуса. Да ты с ума сошел. Ты с ума сошел. Почему 3 бонуса? Как он странно играет. Как он хорошо и как странно играет. Офигеть. Да уж. Это сейчас было неожиданно. Ладно, в 3 удара я тебя забиваю. Беру 3 блока. И надо было, наверное, 2 блока и бонус взять. Вот так вот что-то типа того. Ладно, хорошо. Смотрим, что будет делать у Найринг. У него 4 хода. Он может пробить 4 удара, например. Да ну брось. Ладно, я 4 блока ставлю. 3 блока у него и бонус. Ну окей, окей. Посмотрим, что будет делать. Странно. Один блок и много бонусов. Триндец. Я первый раз вижу, что так компьютер играл. Первый раз я вижу, что так играл гребаный компьютер. И я так сам плохо первый раз играю. За долго-долгое время. Ну потому что у меня был огромный перерыв. Ладно, хорошо. То есть, естественно, он сейчас раскрылся. Но это нам ничего не дает. Мы его не можем пробить. Но я могу поставить 4 бонуса. Представляешь, он не нанес до этого ни одного удара. Ни одного удара он до этого не нанес. Четыре-четыре. Ладно, предположим так. Ну что будет делать? Пять ударов. Пять ударов и бонус, да? Пять ударов и блок. Ну окей. Два блока, два бонуса. Два блока, два бонуса. Давай. Четыре, пять и бонус. Да, все правильно. Два блока, два бонуса. Ну камон. Хорошо. Возможно, он даже повторил свой ход. Давайте два и три. Ладно, с этим справились. И вот интересно, что этот будет делать. Если это четыре удара, естественно, мы с вами проигрываем. Или три удара. Но нет, он этого не делает. Нам это дает шанс. Нам это дает шанс их забить. Офигеть! Компьютер, в общем, перемудрил. Сам себя перехитрил. И мы все-таки справились. Ну ладно, хорошо, игра, хорошо. Идем дальше. Ну что у нас получается? Нам нужно сюда птичку взять какую-то. Грагазуха, это, конечно, хорошо, но что-то как-то урона маловато, да? Ладно, поставим тебя. Ты поменяешь на Терезина, например. У нас с вами там станет Церозинозавр. Хорошо. И дальше Митрофодон. Пускай будет так. Я, наверное, через бонус сыграю. То есть особо мудрить не буду сейчас. Интересно, что он просто делать будет. Он наносит два удара. Это сейчас странное решение, на самом деле. Потому что я его в три удара-то спиливаю. Да? И мне хватит... Мне хватит здоровья, чтобы выдержать один удар. У него сейчас 1300. То есть он меня будет бить два удара, чтобы меня забить. Класс. Это прям очень хорошо, на самом деле. И видите, как все складывается? То есть я сейчас спокойно, опять же, в три удара забиваю. Дальше. Таким образом мы вынуждаем этого самого Кулазуха, да. Хотя бы два удара по нам бить. И в три удара мы его забиваем Митрофодоном. Это шикарно. У нас с вами 3600, да. Это просто изично сейчас произойдет. Да, да, да. Ты смотри, что я его в два удара забивать. Ну, естественно, бьем четыре. Воу. Последняя битва оказалась прям совсем простая. То есть тут как по маслу все было разыграно. То есть компьютер, ну не то чтобы подался, но очень просто сыграл. Без прикрас. Ну и таким образом мы с вами получаем свой наборчик динобаксов. Окей, 200 баксов заработали. Спасибо, игра. И немножечко очков доверия. То есть это всего 180 ДНК отсюда может быть. Соедините двух травоядных. Откройте наборы карточек. Погладьте животное 10 раз. Вы видите трех водоплавающих. Завершите все ежедневные задания. Используйте не менее 30. Блин, а такие задания на самом деле довольно-таки противные. То есть там много нужно делать. Я на самом деле не хочу. Я тут за кадром проходил вот этот вот наборчик. Потому что я обратил внимание, что здесь морские. А морских у нас с вами предостаточно. И морские это единственный тип, которых мы с вами не испортили. То есть у меня достаточно ровно идет сила у всех морских существ. То есть противника, который приходит, мне с ним легко сражаться. То есть мы сейчас можем взять сюда телозавра. Дальше у нас там прогнатодон. Ну то есть генодосы. И там условно, я не знаю, какого-нибудь дунклеозавра. Точно. То есть как понимаете, первые четыре схваточки были очень простыми. Я спокойно их прошел. Там даже существа были гораздо проще, чем вот эти вот. Ну и здесь. Они еще, кстати, себя ведут не совсем адекватно, так скажем. Порой они просто вот, ну, ничего толком не делают. Бьют, например, два удара по существу, против которых у них слабость там. Или еще что-то такое. Это с какой-то стороны даже смешно. Но сейчас он бонусы, кстати, взял. Вот прикольно. То есть он сейчас меня в два удара забивает. Ладно, договорились. Это, конечно, ему никак не поможет. Потому что генодосом мы все равно его спокойно пробиваем. Даже если это блок. Стоп. А, ну да-да-да, все верно, все верно. Да, даже если это блок, мы его спокойно пробиваем. Это как раз блок. Дальше. Геолос Мазавр. Слушай, у меня нету такого гибрида. Прикольно. Ему нужно два удара против меня. Ну и дальше мы его с вами тоже спокойно забиваем. У нас с вами четыре хода. Давай-давай-давай, быстрее. Естественно, в два удара точно так же с Данклеозавром. Но у меня, если не ошибаюсь, только один морской гибрид есть. Это вот он. А, нет, два. У меня еще есть Мегалодон. То есть гибрид Мегалодона. Красавец, черт побери. Окей. Таким образом, получаем с вами еще халявный наборчик. Жалко, что только отсюда еда. Ну, в принципе, ДНК это неплохо. Уж Назавр. Жалко, что нету баксов. Ну, еще 1300 очков доверия. И, кстати, вот это вот количество очков доверия, которое мы сейчас с вами нафармили, это на самом деле очень круто. Кстати, очень скоро будет через... Через... Через сколько? Подожди. Серебряные и золотые награды. Это ПВП понятно? Что там сейчас за событие было? Я сейчас не понял. Сватка уровень 1. Это на 77 уровне. Мы отсюда получим гарантированное существо. Дальше. ДНК. Золмаксес. Хорошо. ДНК. Еще. А, почему здесь нету этого гребанного сигнозавра? Или, может быть, это здесь было? Черт побери. Еще одну дрожь земли. Она просто пока что заблокирована. Она периодически выскакивает. То есть, она будет через 3 дня. Это будет VIP дрожь земли. То есть, там будет попроще. Меньше нужно набирать. Вот это я все пройду за кадром. Тут остался вообще 1 час и... А, здесь опять водные. А мы с вами все использовали. То есть, мне даже сражаться нечем. В общем, наверное, это я не пройду. Потому что за 1 час... Ну и плевать. И плевать бог с ним. Не страшно. Вот это я пройду чуть попозднее. Соответственно, прямо сейчас у нас с вами остается всего парочку дел. Мы сейчас можем отсюда спокойно забрать вот это добро. У меня уже 1000 монолофазавр ДНК. То есть, я могу вывезти еще одного монастыготопса. Дальше я не забрал еду. Кстати, да. Заказываем. Здесь у нас что происходит? Этих можно будет между собой, естественно, скрестить. Но на самом деле, я бы их, честно говоря, продал бы некоторых. Ну ладно, потом. Это еще успеется. То есть, мелочь вот эту нужно продавать и выводить что-то более серьезное. Здесь мы с вами поставили выводиться сигнозавра. Пускай выводится. Ну что ж, и последнее, что я сегодня хотел провернуть, это, естественно, по старой доброй традиции зайти сейчас. Кстати, вот это вот, то, что здесь так много всяких разных наборов, это меня немножко убивает. Так вот. Зайти вот сюда и взять чистое золото. То есть, блин, я не знаю, нужно оно мне сейчас или нет. Вообще-то нет. Почему же не нужно? Во-первых, это новый. Прикольно. У меня такого раньше не было. Дальше. Здесь довольно-таки большое количество существ, которые нам так или иначе нужны. Те же Борионикс, Акракантазавры и прочие, прочие, прочие. Они нам нужны для того, чтобы усилять нашу, естественно, парк. В том плане, что... Чтобы у нас было разнообразие для дрожжи земли, для других турниров. Естественно, там, хотя бы, не знаю, до 20 уровней их прокачивать. Так что забираем. Открываем. Я даже не помню, кто это так. Потому что раньше я мог даже определить вот так вот, кто это там приходит. Хотя кто ж его знает. Самое главное, что 100 баксов, это Птеродактиль. В принципе, неплохо. И плюс еще отсюда 1300 очков доверия. Таким образом, через час у меня вот здесь будет возможность проверить, получу ли я Мазазавру. Плюс поучаствовать в золотых наградах. Но это, естественно, уже перенесется на следующий выпуск, скорее всего. А так мы с вами сегодня очень много всего сделали опять. Получили довольно-таки неплохие награды. Получили самое главное. Разблокировали первого босса. И теперь остается просто его прокачивать. Этим будем заниматься на ближайших выпусках. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем.